Уважаемые коллеги, мы хотим познакомить вас с прибором для неинвазивного измерения давления у крыс и мышей. Прибор наш называется систола. Прибор систола достаточно компактен. Он подключается с помощью кабеля USB к компьютеру, на котором уже установлено программное обеспечение. У него имеется два выходящих элемента. Один из них это датчик, вот он, черный, который надевается вместе с манжетой на хвост и трубочка, которая идет к манжете от насоса, расположенного внутри прибора, гнетающего в нее воздух, который потом постепенно стравливается с помощью специального клапана. На приборе имеется также кнопка экстренной остановки цикла измерения. Подробнее остановимся на инфракрасном датчике. Он устроен следующим образом. У него имеется сменная втулка, которая может быть заменена на другую с отверстием, соответствующим диаметру хвоста животного. К датчику подсоединяется манжета и все вместе уже надевается на хвост животного, после чего производится измерение. Для проведения измерения давления необходимо предварительно подготовить животное. Животное должно быть помещено в специальный фиксатор или растрейнер для того, чтобы уменьшить его двигательную активность. Затем животное должно быть подогрета где-то до 32-33 градусов. Это нужно для того, чтобы кровоток и в хвосте, и во всем теле стал равномерным и однородным. Только тогда измерение станет достоверным и воспроизводимым. Нагрев животного осуществляется с помощью нагревательной платформы. У нас это автоматическая нагревательная платформа Флагистон нашего производства. Температура для подогрева устанавливается 32-33 градуса. Имеется датчик, который позволяет измерять температуру непосредственно у тела животного. Нагрев платформы прекращается, когда температура этого датчика достигнет установленной. Таким образом, животное должно провести на платформе минут 10-15, пока кровоток достигнет нужного уровня. Измерение давления производится следующим образом. На хвост животного последовательно надевается манжета и инфракрасный датчик. Специальная помпа накачивает в манжету воздух до определенного значения давления. 200 мм ртутного столба. После нагнетания воздуха в манжету кровоток хвостовой артерии прекращается. Одномоментно прибор записывает изменение давления в манжете и фотоплетизмограмму. На фотоплетизмограмме мы видим нулевую линию. Кровотока нет. По мере того, как давление в манжете стравливается, оно в какой-то момент сравнивается с систолическим давлением в хвостовой артерии и становятся видны первые пульсации на фотоплетизмограмме. Этот момент как раз и является значением систолического давления. По мере снижения давления в манжете амплитуда на фотоплетизмограмме начинает увеличиваться и в какой-то момент выходит на первоначальный уровень, выходит на плато. После окончания цикла измерения прибор предлагает сразу сохранить данные. Точка перегиба, то есть место, когда амплитуда перестает увеличиваться, и есть расчетное диастолическое давление. Таким образом мы получаем два значения. Первый момент – это начало пульсаций, мы его видим на фотоплетизмограмме довольно отчетливо. И второй момент – расчетная величина диастолического давления. Она получается в точке перегиба, когда перестает увеличиваться амплитуда на фотоплетизмограмме и выходит на плато. Определить точное положение метки автоматически иногда довольно проблематично из-за того, что возникают какие-то артефакты – дыхательные или двигательные. В таком случае предусмотрена возможность вручную передвинуть метки в то место, которое вы считаете необходимым. Вам остается только сохранить файл с изменениями.